Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. Сегодня по традиции мы с вами разберем один единственный стих, маленький стих в начале полета мысли Спасителя, через который он открывает нам глубины и, с другой стороны, высоты спасения души. И мимо этого стиха тоже можно пробежать и дальше, вгрызаться разумом в приточный образ, который Господь нам предлагает. Но все-таки задержимся, задержимся в самом начале вот этого коротенького повествования и обратим внимание на ту мелочь, которая очень важна для нашего спасения. Тем более, речь в этом стихе, который мы разбираем и стараемся ответить на возникающие у нас вопросы, тоже о маленьком и незначительном. Это маленькое и незначительное, то самое горчичное зерно, знаменитый евангельский образ. Горчичное зерно, которое, правда, поможет нам ответить на вопрос, что же мне делать, если у меня есть желание-то спастись, а сил почему-то не хватает. Итак, давайте откроем вместе с вами Евангелие от Марка и прочтем 4 главу, 31 стих. Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. Все, на этом стих заканчивается, фраза на самом деле Господа продолжается. И мы убежим вперед и увидим, как это горчичное зерно выросло парадоксальным образом в дерево, и как там птицы небесные находят тень в жарком климате Святой Земли. И об этом тоже следует размышлять, и очень глубокие можно выводы сделать, но все-таки давайте задержимся именно здесь, на самом зернышке, которое, чтобы дальше ему не забегать вперед, еще не выросло. Вот тот вопрос, который я постарался вынести в заголовок нашего видеоразбора, видеотолкования, он не случайный, потому что нас сатана очень часто обманывает. Он говорит, спастись невозможно. Достаточно вспомнить реакцию апостолов на те слова, которые Господь адресовал юноше богатому и благочестивому, что мы заметим. Юноше было сказано, ну ты возьми, раздай все имение свое нищим, последуй за мной, и будешь иметь сокровище на небесах. Юноша ушел печально, и даже апостолы возмутились и говорят, ну Господи, ну кто ж так спастись-то может при таких условиях? Господь их утешает, невозможно у человека, возможно у Бога. И можно было бы, конечно, этим стихом на все вопросы, на все наши недоумения, на все наши сомнения отвечать, но, увы, мы люди маловерные, даже прямого указания, прямого убеждения спасителя, прямой его гарантии о том, что спасает все-таки он нас, а мы лишь немешаемого спасения, нам зачастую недостаточно. И здесь мы можем найти себе некоторую точку опоры в разуме, разобравшись в этой ситуации, потому что, когда ты ситуацию понимаешь, когда ты проанализировал свое собственное состояние, тебе легче найти пути выхода. Когда ты поставил себе диагноз, тебе легче уже какое-то лечение себе воспринять. И уж тем более диагноз должен быть верный, причем в обе стороны верный. Не только диагноз должен быть верный, что проблема есть, и надо ее лечить. Но если, например, диагностика проведена так, что тебе сказали, что у тебя более страшная болезнь и в два раза более тяжелая, то и лечение тоже будет неправильно, и тоже только вред нанесет. Поэтому и здесь мы не должны отчаиваться, когда дьявол, как мы помним, дьявол по-гречески значит клеветник, клевещет на Бога и клевещет на его божественное создание, то есть на нас, любимых. Так-то мы особенно себя любим, конечно, похвалить, и чаще всего себя превозносим, но иногда на фоне даже некоторого покаянного чувства, на фоне стремления изменить себя и побороть свой грех, увы, мы тоже можем попасть в некоторую такую внутреннюю логическую ловушку, которую она перед нами ставит, которая говорит. Ну, невозможно. Вот сколько заповедей, сколько притч, как надо по-христиански жить, а охота же погрешить. Вот как-то так жить-то легче на земле. Ну, еще он, конечно, обманывает, говорит, ты же веселее вместе с грехом на земле, но это, конечно, ложь, об этом отдельно стоит поговорить. А вот что, если мы, правда, говорим, Господи, ну, нету сил, ну, вот охота спастись, а сил-то нету. Тут мы видим в этой притче, что Царствие Небесное, которому уподобляется вот это горчичное зерно, оно уже подобно маленькому зернышку. Вы помните вот эту фразу Спасителя, что Царствие Небесное внутри вас находится. И мы уже в этой фразе укрепились, мы смотрим внутрь себя, ну, и, в принципе, ну, какое-то там, по крайней мере, стремление к Царству Небесному есть. Уже хорошо, уже неплохо. А вот как его реализовывать, непонятно, нет. Уже и как его реализовывать, это тоже у нас есть. Мы являемся, можно сказать, некоторой почвой. Почвой благодатной или неблагодатной. Что если у нас не будет, конечно, семени, посеянного Господом, это мы вспоминаем еще самый первый притч о Сителе, где Ситель сеет, и, скорее всего, это не горчичные зерна, а все-таки зерна пшеницы, то уже от нас зависит. Мы там каменями все перекроем, мы терновником все зарастим, сорняками различными, ну, или птички у нас все поклюют, отнюдь недружелюбные силы бесовские. Все это действительно может нам помешать. Но, тем не менее, зерно само прорастает. Зерно прорастает само, и мы, однако, нам, поскольку мы люди нетерпеливые, нам охота, чтобы сразу был урожай. Да, что вот вспоминается детская сказка, где с крестьянином кто-то из животных беседует и говорит, а как же, по-моему, это волк был. Да, говорит, а вот как же мне хлеб получить? Вот ты берешь и крышку хлеба. Оно говорит, ну, ты возьми, поле вспаши. И волк говорит, и что, можно хлеб есть? Не, еще надо его потом засеять. Что, можно хлеб есть? Нет. И, ну, опять же, и весь сельскохозяйственный оборот пересказывается, и волк говорит, не-не-не, не охота мне это делать, где бы мне легкий хлеб найти. И его посылает коню, крестьянин, и волк от него получает копытом полбу и понимает, что вот хлеб альтернативный, он хоть и на первый взгляд легкий, а на самом деле это тот, который мне наешьте, а только голова будет болеть. То же самое и на пути в Царствие Небесное нам Лукавый предлагает. Нет, можно как-то без этого обойтись, можно чем-то другим удовлетвориться, но это то же самое, как обойтись себе на обед вместо куска хлеба, вместо пищи ударом сокрушительным себе полбу. Что же нам делать вот с этим зерном горчичным? Зерно горчичное, прежде всего, его нужно разглядеть. Если мы вспомним семена горчицы, они очень-очень маленькие, один или там два миллиметра от силы. Поэтому, например, вот если человек берет и у него зерна пшеницы лежат на столе, но он их не пропустит, он возьмет, ой, вот такое зернышко, вот можно как-то его рассмотреть, вот его ты там бросаешь, сеешь, уже чувствуется. А зерно горчичное, если на столе лежит, то просто может воспринято, ну, как какой-то ссор. А если уж там на пол где-то упало, уж тем более даже если оно, куда ему и положено, прилетело в землю, то вообще его не заметишь. Ну, может, какая-то птичка, она его разнюхает, и благодаря своему звериному обонянию сможет его склевать, но вот мы, увы, его не заметим. Образ про птичку, он тоже не случайный. Здесь я его привожу, опять же, с опорой на самую первую притчу спасителя, где, вот помните, сенья, тогда еще, предположим, пшеница, сенья при дороге. Птицы прилетают и все клюют. Проблема наша в том, и почему сатана нас хочет убедить, что у нас нет сил на спасение. Вот у нас есть зерно горчичное, Царство Небесное, проповедь Божия, его благодать, действие Святаго Духа, которое нас ведет в Царствие Небесное, если мы не сопротивляемся. Но из-за его размера мы смотрим на себя непристальным взором, особенно, когда не вглядываемся, и не можем его найти. И не находим, и нам кажется, что нет ничего. Просто пустая черная земля. Да, может, да, Господи, я все-таки что-то подготовился, что-то сделал, и она как-то должна плодоносить. А вот лукавый, вот эти те самые птицы бесовские, они это замечают. Они прилетают, и это зернышко склевывает. Поэтому наша задача, по крайней мере, Господу доверять и сказать, да, Господи, я верю, Ты мне дал необходимое для спасения. Я пока этого совсем не вижу. Не вижу никаких корешков, ни верхушков. Но я верю, что уже во мне все необходимое для старта этого пути к спасению есть. Я могу уже делать свой первый шаг. Ноги Ты мне дал, Господи, чтобы я сделал шаги к спасению руки, чтобы я добрые делала сердце, чтобы оно любовью согревало окружающих и разум, чтобы он к тебе обращался и на пользу ближним. Тоже я его использовал. Все это Господь нам дает. И самое главное, что Он дает нам душу. Вот если мы вспомним как раз такие безбожные, богоборческие времена, то о чем говорили люди? Да, вот у человека есть мозг, и вот он так мыслит. У человека есть его спортивное тело, и вот рабочий берет и перевыполняет рабочий план. А чего не замечает? Чего не замечает богоборческая идеология? Не замечает душу. Души не видно. Да, вот есть инстинкты, есть какие-то рефлексы, и поэтому мозг и мышцы, они в принципе в этом мире решают. Да, конечно, мозг может и больше решает, но мышцы тоже на каких-то стадиях развития общества нужны. Может ли кто-то из нас разглядеть свою душу? Действительно, глазом, как ни вглядывайся, обычным физическим через проломление света не увидите. Однако око духовное, конечно, душу чувствует, о душе заботится и видит, что с ней что-то не так. В принципе, поэтому для нашего спасения самое первое основание – это то, что у нас есть душа. То, что Господь нам дает бессмертную душу, уже показывает, что мы предназначены не для того, просто чтобы здесь, в этом мире прожить, а предназначены для спасения этой души. Опять же, эта душа, она порой повержена различными грехами. Но если в нас вот даже вмещаются все эти страсти, и мы видим, что наоборот порывы души негативные, там зависть, злоба, похоть, что-то вот в нашей этой душе купит, значит, уже, в принципе, у нас столько, вот это мы видим, запас этих горчичных зерен. Просто мы почему-то их используем не по назначению. Уже, значит, когда мы говорим, Господи, нет у меня сил, то нужно просто эти силы освободить. Очень часто человек, который только идет, первые шаги делает к воцерковлению, ему правда кажется, ну невозможно ни эти, ни какие-то духовные правила исполнить, ни как-то свою жизнь поменять, и он правда смотрит на себя, нету этих сил. Но как только человек приходит к таинству покаяния, к исповеди, просит, Господи, освободи мою душу. Вот как бывает, человек устанавливает роутер у себя в квартире, и он раздает интернет-подключение. И вот тоже там человек не поставил пароль, и весь подъезд подключился к твоему Wi-Fi-сигналу. Будет ли у тебя интернет работать? Будет ли тебе хватать не то, чтобы скачать какую-то видеозапись, чтобы на Ютубе нормальный библейский портал Экзегет смотреть? Да нет, это в принципе у тебя и почта-то с трудом загрузится, если весь подъезд будет висеть. То есть люди будут похищать твое интернет-соединение. То же самое, что если взять, и как тоже бывает иногда в жилой дом проведено электричество, а потом различные коммерческие организации так втихую подключились, и тоже раз, и пробки выбивает, запустил что-то, и электричества во всем доме нет. Но это тоже не потому, что неправильно как-то рассчитали инженеры. Нет, когда дом подключали, все рассчитали грамотно. Просто не должно быть такое, что вот эта энергия уходит куда-то вовне. Точно так же и здесь. Вот как мы не видим интернет, мы не видим электричество. Мы не можем их рассмотреть с невооруженным взглядом. Точно так же и мы зачастую не видим вот это Царствие Небесное, которое внутри нас есть, вот эти духовные силы, которые нас к Царствию Небесному ведут. Однако мы можем понять не только по их присутствию, но и по их отсутствию, что все необходимое нам Господь дает. Просто надо отсоединить всех тех, кто на этом паразитирует. В данном случае, конечно, надо ополчаться не на ближнего и говорить, ой, соседи у меня там интернет, подключили мой любимый, там то, что у меня паролей не было, или там какие-то бизнесмены взяли и пользуются моим домашним электричеством. Речь, конечно, не об этом, потому что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Поэтому и вот это маленькое горчичное зерно своего спасения, которое должно нам служить точкой опоры, чтобы его разглядеть, надо убрать все лишнее. Все лишнее убираешь, когда ты не даешь силам злобы поднебесной, силам бесовским соки из твоей души тянуть. Они тянут эти соки не в каком-то переносном смысле, что вот со стороны находясь, они это, они как внутренние паразиты души поражают нашу душу и тратят нашу духовную энергию на то, чтобы мы совершали грехи, пусть даже не делом, пусть даже не словом, а просто в душе. Сами мы от этого освободиться не в силах. Мы можем только немножко контролировать себя, мы только можем немного сдерживаться. Но когда мы приходим к покаянию и говорим, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, то по сути мы просим Господи, вот у меня душа такая маленькая, она такая слабая, помоги мне освободиться, чтобы вот эта крохотная моя душа, она могла бы меня ко спасению ввести. Очень часто сатана это очень боится, поэтому он обманывает и говорит, вот люди, которые они великие, святой жизни, они, вот они должны ходить, исповедоваться, а мы, люди простые, нам это все не нужно, мы без этого вот как-то справимся, или более того, нам это не по силам на исповедь прийти. Нет, если ты человек святой жизни, тебе можно на исповедь не приходить, а вот если ты правда не можешь разглядеть сил своей души, то надо срочно на исповедь бежать, и говорить, батюшка, свидетельствую перед тобой, Господу и Спасителем нашему Иисусу Христу, что силы моей души, которые так малы, но и ту большую часть, кто-то ими посторонний пользуется. Да, я не хочу, не хочу вот этой злобы держать, мне настроение, она не улучшает. Почему она мне в душе? Да, церковь молится закающегося, человек принимает, приносит это покаяние, и эти силы освобождаются. Понятное дело, что эти силы, они тоже, может, очень-очень малы, потому что еще рост не начался, но, по крайней мере, он запускается. Если ты взял и вот эти семечки горчичные, уже они не лежат у какого-то супостата в изолированной коробочке, а уже, если они опускаются в землю благодатную, в землю нашей души, освобожденной от страстей, то потихонечку начинается рост. Вот это горчичное семя Царствия Небесного, вот если мы посмотрим, очень важные слова здесь есть, что оно меньше всех семян на земле. О чем это говорит? Что нам проще заметить, схватить и опереться как раз на то семечко, которое непродуктивно. Как вот птенец кукушки оказывается в гнезде, и он выкидывает своих приемных, можно сказать, братьев. То есть, его птичка певчая какая-то воспитывает, а ее птенцов он выкидывает, он больше, он сильнее. Точно так же и грех в нашей душе, тот, который, вот это семя тли, помните, как в молитвах мы читаем, семя тли во мне есть. Вот это семя тли, оно значительно больше вот этого семени горчичного, семени, которое ведет Царствие Небесное. Поэтому, если вот эти семена тли, вот эти греховные страсти не выкидывать, ты зерно горчичное не разглядишь. Именно поэтому очень опасно, когда человек думает, вот Господь, он меня так любит, он меня сам спасет, я не должен никаких усилий прилагать. Господь-то спасет, но ты не прорастишь свое зерно горчичное, оно слишком маленькое, а о маленьких надо заботиться. Если мы посмотрим на примитивные существа, то они сразу же после рождения или вылупившись из какого-то из иса, из икринки, они уже автономны. Они берут и могут сами существовать и сами там, например, даже уже вести какой-нибудь хищный образ жизни. А человек рождается, он совсем беспомощный, но человек растет, вырастает, и своим разумом он подчиняет себе всю живую природу. Точно так же и здесь вот это горчичное зерно Царства Небесного спасения души, надо о нем вначале позаботиться, расчистить ему всю дорогу. А уже когда эта дорога расчищена, когда горчичное зерно проросло, когда оно начинает уже приносить какие-то плоды, то все страсти сами бегут, отступают. И для человека святого, в Царстве Небесном устремленного, он уже в силах не только самому себе помочь и семейклисия выкорчевать, но и помочь окружающим, грешным и еще пока что слабым людям. Субтитры создавал DimaTorzok